друзья всем привет новое видео новые подробности жизни этой машины моей жизни вот пользуясь случаем хочу передать привет всем кто пишет комментариях очень много то есть ребят с казахстана всем салам очень приятно читать также в украину привет беларусь в эстонию в прошлом видео даже с антарктиды человек написал в принципе это приятно что даже из таких далеких местечек смотрят ну и как бы вам интересное видео вызывает эмоции вот ну и соответственно нашу необъятную родину от дальнего востока до калининграда всем огромнейший привет извините каждому конечно я не смогу ответить то есть это будет видео просто привет вот а я предлагаю посмотреть то что происходит с машины вперед пожалуй покажу как там подбираться приходится соответственно вот наш пациент вот здесь он начинается так вот он идет вдоль подрамника здесь вон там штекер этот пластиковый который почистил все в таком неприглядном виде и если с этой стороны смотреть то вон там этот штекер и находится вот ребята зацените очередная покупочка справа трубка гидроусилителя которая где на мигдрайв уйдет которая выкрутил с машины вот тот самый шов из которого бежал гекстрончик у меня эта трубочка так затюнена вот такими шлангами и хомутиками соответственно вот эту трубку я купил на разборе за 1000 рублей немного я смотрю отличается надеюсь это не помешает мне при установке я не знаю историю вообще этой трубочки которая справа который на машине видимо ну длинная у нее как судьба была длинная история связана с ней возможно ее полностью всю вот эту гнули эти соединения видите где хомутик вот болтается видимо это вообще изго изготавливали трубку отдельно полностью вплоть до вот этого соединения а здесь уже вот видите номер бмвш на идет вот как здесь соответственно моя трубка которая купил на вид по крайней мере в лучшем состоянии нужно мне еще соединение вот это открутить сейчас ты буду устанавливать несколько дней уже не заводил машину она стояла без трубки гидроусилителя пока снимал искал менял поставил новую трубку и момент истины будет ли машинка продолжать у нас истекать побежали под машину посмотрим но здесь обычная ситуация с выглопом опять это сниму аж вырызгает вот это соединение сзади в принципе не течет еще есть еще одно соединение которое тоже нужно посмотреть второе тоже вот не течет вот видите пластиковая там быстросъемное такое можно сказать операция прошла успешно на первый взгляд теперь машина не истекает бикстроном так что хоть какая-то радость есть диман как успехи что делаешь ты уже эту цепь поставил диман началось сколько это все стоило удовольствие что и что делали притирали клапана седло поменяли седло клапана поменяли а сам клапан сколько не а получается двушку под ключ ты отдал до губы недорогой автомобиль дату в ремонте до получать ну если знать кому отдавать телефон охватит хватает ну почти подожди диман один короче собирает газель во сколько ты диман начнет собирать 3 так сейчас чуть 10 за 7 часов до на изи просто моторчик да я башку еще один раз снимал в добросовестный подход у ребят доеду да а так а мы кстати бензин то есть она еще на парах там на каких-то что-то пыталась там булькала уже почти ура ну как ты рад я счастлив все можно пацаны вас поздравить с успешным завершением проекта да почти что еще осталось сделать полная реставрация газельвагена до бизнес комплектация то есть там там с барсеткой на получается в этом салоне барсетка где-то предусмотрена для бизнесмена а еще салон ребята смотрите детейлинг надо полный делать тем временем ребят очередная покупочка вот купил такие противотуманные фары на бмв вместе с этими пластиковыми накладками по цене по 800 рублей штучка то есть 1600 я за пару отдал ну сделали скидку как бы но достаточно дешево согласитесь за вот эту окантовочку видите она немножко такая ржавенько ну как-никак с помойки запчасти следующая цена вот так по списку до в предложениях в объявлениях 1300 рублей я считаю за то что два раза брызнуть грунтом и два раза брызнуть краской но в принципе неплохая скидка как видите бампер сейчас снят мне их очень удобно будет устанавливать сейчас вот эту еще покрашу деталь зашкуриваю сначала грубой наждачкой потом более мелкой потом брызгаю преобразователь ржавчины вот потом соответственно грунт и краска такая вот нехитрая технология начала снимать колечки и на колечке номер депо запчасть то есть это получается не оригинальная то есть вот эти штуки они родные бэховский сама в туманка получается депо принципе за 800 рублей ну и ладно и депо нормально но начал гуглить так для интереса сколько стоит фара депо такая новая китайская и загуглил по номеру что она вообще не от бмв от mazda 6 это ложный номер смотрите депо 216 009 покрасил грунт краска лаком покрыл сейчас все четенько вообще соберу туманочки поставлю их на бампер сразу дальше я думаю компрессию буду мерить ну то есть буду начинать выкручивать все свечи готовится к завтрашним замерам смотрите сейчас обзор бампера с внутренней стороны туманочки вот я вставил это мой вот личный тюнинг на стяжечке прилепил потому что тут уже паяно перепаяно решил сеткой не паять просто решил вот таким способом тем более с наружной стороны ничего не видно парктроник на месте один эта штучка выезжает заезжает еще один парктроник на месте здесь что-то что-то с парктроником случилось в общем сломанный здесь вообще отсутствует но с этой стороны туманочка более цивильно так встала вот в принципе здесь еще решеточка такая должна быть но пока что я ее не нашел ну за адекватный ценник по крайней мере если найду обязательно вставлю поставлю будем прокачивать машину дальше ребят вот поменял я бачок умывателя такой в другом месте нашел более чистенький более красивенький вот здесь уже с рельефным таким вырезом то есть там было просто прямая была действительно но я не знаю сейчас на пока подчет вырез кстати тот бумаг бачок мне тоже подошел это понимаю вот это крепление которое вот у меня она просто оказалось гнут и все деформировано на самом деле все это должно выглядеть вот так а то что сюда у меня так крепежка не вставала это оказалось просто из-за того что здесь у меня вот эта часть немного деформированная вот видите здесь плоскогубцами поработал и все сейчас нормально встает так что в принципе бачок можно было не менять ну этот чище намного чище приятно с ним работать уже не похож на бачок там с помойки в комментариях мне пишут ну чё все будем устанавливать спустя полчаса в принципе все проводочки все крепления все подошло немножко кое-где там по пришлось подогнуть ну а так в принципе все шланчики все на месте сейчас что осталось залить сюда жидкости и проверить так залил жидкость умывателя естественно все побежала ну точнее не все а из-под одного моторчика бежит капает водичка сейчас буду снимать как-то там все чистить силиконом смазывать еще что-то делать по поводу вот этого чопика смотрите тут такая ситуация вот насколько я вижу здесь учебы чопик забит да он там видите то место куда эта трубка должна входить шланг но в комментариях ребята подсказывали что это к системе вебаста идет в салоне нет ни намека на то что у машины есть вебаста там же должен быть пульт управления такой кнопочки там то есть вот я вижу эту трубку и шланг идет системе вебаста а это вот сюда идет что вот это за приблуда можно загуглить сейчас номерочек вот этот это у нас бьется как клапан на топителе ну печка работает но экстренного вмешательства не требует ситуация но надо взять на заметку что здесь такая ситуация поехали с яхо и значит на осмотр машины сейчас в инкрузер 100 у официального дилера будем смотреть 2004 года машина да сколько стоит он миллион девятьсот девять о как я угадал четвертый год просто короче попросили посмотреть машину в инкрузер весьма недорого вот мы поехали кстати едем сейчас тоже на тойоте ну как бы то да и тойоты очень распространены у нас тут новосиби тоже тойотка ну такая попроще вот смотрите наши кружечки я я сюда сел и прям запах такой именно вот тойот 90-х годов вот этих прям начала 90-х так скажем такой здесь характерный запах дает а дает а два года пускать 99 одежда доежда корова 2 очень неплохо сохранилась яша доверили продажи этой машины ну почему нет я ответственно подхожу к этому готовлю продажи размещаю я же думает как бы не сматериться работа такая работа такая у менеджера логиста дороже погнали сейчас дорога вот смотрите дороги вот честно говоря я читал мне у меня из глаз ну реально просто макса ну да я люди просто занимаются не хочет ну не смотри перемотай не знаю там ты ребенка весь ролик там он смеется над своими шутками чё так человек ну немножко может переступил человек гранит эту проглумился чуть-чуть побольше чем она видишь как через умился на ты сам запиши чё тебе скажем вот просто попробуй записать и что тебе скажут яша подписчик габриэль бразерс до 300 подписчиков на канале да блин и у меня вот за ромку знаю дал ему нравится делать этих габриэль бразерс я хотел сам бы с ними встретиться как бы я знал до меня ромка звал у меня был корпоратив у меня был корпоратив я там так на кочегарился ну я я уверен что с этими ребятами еще встречусь до главное если рома ты это выложишь главное ребят не узнавать так что все выпьем за это минутка морали я говорю какие там внуки есть положение по машине и еще пять элементов подкрашен я как подкрашены крашеный нет подкрашен уже не под тампонен там пусть там пойди сейчас она где-то здесь и стоит да встань не будем привлекать внимание но мы уже привлечить не надо диллер но не тойота как самолете да все сделал самолете кнопка старт-стоп руль такой смотри не круглый да скошеный как спорт до под ноги тебя как раз по спорту кстати низко кстати охота остаться по мне сзади обзор конечно не очень но это все необычно вообще у тебя реально так низко кнопку ну для кого машина ну-ка интересно трубы на спорту а здесь нет трубы а и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Смотри, машина стоит 2400. 2400. Два миллиона. 150-й Лонд Крузер миллион семьсот недавно еще стоил. Сейчас он какой-нибудь... Цена в небеса вообще. 13-летний стоит миллион семьсот. Смотри, если это 2400 стоит, то аутбек сколько стоит, я боюсь представить. Пойдем посмотрим. Пойдем смотреть. Прям все на селикушке. Че-то такое, вот такой у тебя есть. 2900. Вот смотри, я. 2900, да? 2900. 2900. 2900 тысяч рублей. Аутбек. Ну вот этот тряпочный вообще не серьезно. Вообще. Не говори. Скажи, в Corolla 2 намного лучше. Да, вот сейчас поедем. Коричневый пластик добротный такой. Добротный с запахом. Идейный. На подлокотнике кожа вообще не серьезно. Мне кажется, она прям тоненькая, тоненькая. Здесь более-менее такая. Мне кажется, это дермантинка. Нет, вообще не нравится сейчас. Ну как, нравится? Не, ну за 2900. 2900 мне нравится. Вообще хорошая машина. Ну вот это, естественно, все зляпается. Все вообще. Ну что? Я предлагаю дойти до Zitroen и поглядеть еще более детально. Zitroen? Да. Мне понравилось очень. Пойдем. 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 Вот измеритель клиганса, смотри. 220. 220. Да. А на Аутбеке 213. Ага. А вот, смотри, свишка стоит тоже. Она еще, смотри, повыше, чем 220. Слушай, она выше, конечно. Выше? Да. Да. Да, выше. Комхозинка пришли. Не, я тут не влезу. Да? Заднее стекло такое интересное, да? Да. Мне кажется, расхлечешь и все пиздец. Мне кажется, на Аэрбэре нет такого, да? В автотрейде. Да, нигде такого нет, мне кажется. Только во Франции. Слушай, дрен интересный. Что-то подожди. Так, подожди. Так, так. О, захрустело. Чуть-чуть, да? 800 тысяч рублей. Секровенно. А как эта модель называется? Здесь тоже погрубее. Вот, видишь, смотри. Малень комбинированный, Ром. Да, здесь разные. Вот это, то есть, какая-то... Ну, бук, ну, бук. Ха-ха-ха-ха. Ну, бук. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сразу там тысяча подписчиков. Да ладно. Так надо? Нычка. Подсветить. Гашек туда. Хоп, камень брось. И хоп, и все, и все, и не поймешь. Слушай, да? Весело кататься по автосалонам. Особенно, если не задумываться, что у тебя таких денег нет, и, скорее всего, никогда не будет. Ладно, ехо, пойдем. Пойдем. Хорошо прогулялись. Было круто. Спасибо. А здесь клиренс сколько? 150, наверное, да? Смотри, что-то капот и тупит вообще. Спасибо большое. Всего вам хорошего дня. Всего вам хорошего дня. Смотри, все номера три пятерки. Посмотрели, посмотрели. Сейчас возвращаемся к нашему автопарку. Смотр сшибательный. Не, ну этот запах здесь вообще пахнет очень вкусно. Такой запах прям олдскульный. Олдскульный. Ну, прям без стеба. Прям, ну, мне нравится. Такой запах детства, можно сказать. Не, вот здесь лучше, чем на аутбеке на новом. Или на чем там? На аутбеке мы смотрели, да? За 2,900. За аутбеке. Вот здесь получше вот отделка. Хоть оно и пластик, но он мягкий такой. Проверено временем. Просто вообще. Вообще, Ром, 20 лет. Вообще реально по вот этой машине? Да. 20 лет. 20. А грузаку, который мы смотрели, 15, да? 14. 15. 14. Как BMW у меня, да? Ну да. Сразу контраст можно ощутить. Все простенько, все и понятненько. Вот, две кнопки. Экономайзер и кондиционер. Переключил здесь, посмотрел. Здесь включил и поехал. Не, ну, зачет. Вот по салону нигде не саморезами, правда, ничего не прикручено. Цвет машины, вот, можно посмотреть из салона. Белый акрил, просто без лака, без ничего. Без лака, да. Качество вот реально, да, делали. Мне кажется, она по салону прям сохранилась, отлично. Возвращаемся в гараж. Прошло около 3-4 часов. Я вот силикончиком все это дело побрызгал. Там все почистил, место соединения. Надеюсь, что я поставлю и ничего течь уже не будет. Ну, кстати, вот этот провод надо все-таки как-то его подвытащить. То есть он прям в натяжечку, как бы, немного даже не хватает его. Полюбуйтесь. Попробовал, значит, силиконом. Замочил на несколько часов резиновый вот этот уплотнитель с моторчика. Все равно бежит. Сейчас изоленты мотнул, да, что он еле вставился туда, моторчик. Все равно бежит. В общем, я так понял, везде, в этой машине, везде, где есть жидкости, отовсюду будет бежать. Даже вода из бачка. Ну, я сейчас, не знаю, разберу еще что-нибудь, попробую чем-то укрепить там, или я не знаю, что нужно сделать. В общем, снимал бачок уже раз пять или, может, даже шесть. Уже что только не пробовал делать. В общем, сейчас все оставлю на ночь. Пусть сейчас стекает в банку. Не знаю, буду надеяться, что разбухнет или там засрется что-то. Ну, бывает же такое, да, когда немного подтекает, капает, а потом перестает. Буду надеяться на то, что, может, усохла эта резинка немного уплотнительная, когда лежала на авторазборе. Может быть, долго лежала. Ну, больше у меня версии просто нет. Уже, наверное, восьмой раз снимаю бачок из-за течи моторчика. Сейчас, не знаю, наверное, в этот раз уже все, на герметик сейчас буду пробовать приклеить, как-то посадить. Ну, потому что это слишком много я уже время на это потратил и свое внимание. Ну, все, мотор прогрели. Сейчас, значит, снимаю катушки, буду снимать свечи, выкручу, точнее, вытащу предохранитель бензонасоса. И все, будем мерить компрессию. Первый раз сейчас буду проверять. Здесь система старт-стоп, то есть я не ключом буду крутить, а нажимать кнопку. Сколько она будет крутить, я не знаю, как прекратить это кручение. Тоже не знаю. Ну, ничего, сейчас попробуем. Предохранитель я вытащил, который на бензонасос идет. В общем, с первым горшком получилось достаточно успешно. Мой первый опыт, первый замер. По значению 12, там чуть больше 12, я считаю нормальный результат. Сейчас второй. Теперь третий цилиндр. Второй оказался тоже чуть больше 12. Сейчас тестим четвертый цилиндр. Первые три, в принципе, на ура. Чуть больше 12 очков. Пока что все хорошо. Пятый цилиндр тестируем. Сейчас меряем шестой горшок. С каждым цилиндром настроение все лучше и лучше, потому что все хорошо. Седьмой цилиндр меряем. Вперед. Меряем восьмой горшок. Пока все отлично было. Отлично. Все восемь горшков померили. Смотрите, вот это Серега, оператор. Привет всем. Никакая не постанова. Вот там реально вкручено. Вот видите, мотор. Мерил, короче, я первый раз. В принципе, для первого раза считаю успешно. Что сделал? Прогрел мотор. Вытащил катушки. Выкрутил свечи. Снял предохранитель из бензонасоса. И все. С первой по восьмой цилиндр вкручивал. Ну и, соответственно, как вы видели, крутил. Такой алгоритм действий был. Но я рад, что компрессия нормальная. Нигде нет просадки. То есть везде меньше 12 и вообще нигде нет. В одном больше, больше, да, есть? В одном 13. В одном 13. В остальных в 12 с половиной, ну, с копейками. Все, моторчик живой. В принципе, нормально. Прим дальше. Такие вот пироги, ребята. По компрессии оказалось все нормально. Ну, мерил компрессию, получается, не вдавливая там педаль в пол. Отключил, получается, бензонасос таким способом. В принципе, мне кажется, это самый такой, ну, правильный метод. Ну, хотя можно обсудить, опять же, в комментариях. Можете подсказать, как-то перемерить. Ну, основная цель, то есть, я выяснил, что одинаковое показание, ну, в одном цилиндре только чуть больше, там, 13-12, там, с небольшим. Это я выяснил. Что нету нулевых там цилиндров каких-то или там совсем, где в два раза меньше компрессия. Смотрите, кстати, вот взял щёточку такую, потому что даже в гараже машина пылится. Буду пользоваться активно летом, потому что машина выходного дня будет, то есть, я не буду прям каждый день на ней ездить. Соответственно, пару-тройку дней постояло, вот, щёточкой воспользовался. В общем, такие работы продолжаются, то есть, каждый день практически я в гараже что-то делаю. Конечно, они круглосуточные, я здесь не живу. Я готовлюсь к выезду, будем кататься, смотреть, как она в эксплуатации городской. По трассе уже проверили хорошенечко, будем по городу смотреть. Всё, всем счастливо, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok